Биржевик Отныне я каждый день буду заниматься живописью. Я решил стать художником. Этого человека звали Поль Гоген. В этот день умер биржевой маклер и родился великий живописец. Время подтвердило точность этого выбора. Но это сейчас легко так говорить, когда его картина стоит миллионы. А тогда современники его не поняли и не приняли. А мать его пятерых детей спустя много лет сказала все, что она о нем думала. Демон внушил Гогену, что он художник. И он, проклятый эгоист, принялся выплясывать вокруг своего таланта. Мне же пришлось кормиться уроками. Теперь нечистый втолковал то же самое всем остальным, помешанным на его живописи. И сегодня богатые дурни готовы платить за эту мазню десятки тысяч франков. Будь они все прокляты. У меня не осталось ни одной его картины. Я все продала за гроши. Сегодня все мы уже хорошо знаем, чем закончилась эта история и чего стоит сегодняшний поль Гоген. Но попробуем вернуться к началу. Ведь Гоген собирался стать не просто художником и писать так, как пишут другие. Он хотел предъявить миру собственное видение, свою манеру письма, свои краски, свои рисунки. Показать мир таким, каким он его увидел и любил. И он не предполагал даже, чего это ему будет стоить. Чего будет стоить всем людям. Вот эта ломка привычных представлений о живописи. И, быть может, именно этот процесс и есть самое интересное и самое поучительное в судьбе Поля Гогена. Ольга Ген отправился в свое первое путешествие, едва ему исполнился год. В 1849-м. В Париже накануне французского государственного переворота было неспокойно. И семья решила перебраться в далекую Лиму. Дорога была настолько долгой и утомительной, что отец мальчика, страдающий болезнью сердца, умер в пути от очередного приступа. В Лиме маленький Поль с мамой Алиной устроились в роскошном особняке своего родственника, миллионера Дона Пио. За Полем ухаживало множество слуг, он чувствовался настоящим королем. Все, чего он желал, доставалось ему сию же секунду. И вскоре он стал очень избалованным и гордым. Каждое утро за руку с мамой Поль прогуливался по экзотическому городу. Люди с разными оттенками кожи, яркие, насыщенные краски тропического пейзажа поразили ребенка в самое сердце. И когда через шесть лет семье пришлось возвращаться в Париж, он по-настоящему затысковал. Он опять сидел в серой комнате с небольшим окном, за которым шел серый парижский дождь. Можно сказать, что этот дождь шел очень долго, почти до середины жизни Гогена. А он хотел видеть пронзительно голубое небо и радугу. В безудержном порыве детской мечты в возрасте 17 лет он становится моряком. Англия, Южная Америка, Патагония, Полинезия – это были удивительные страны, в которых он побывал. Но так и не нашел там своей радуги. Через семь лет молодой Поль решил закончить карьеру мореплавателя. Он почувствовал себя взрослым человеком, который должен по-настоящему зарабатывать на жизнь. И вот в Париже в 1872 году по рекомендации друга семьи Густава Роза Поль устроился на биржу. И так хорошо справлялся с работой, что уже через год разбогател. А через восемь лет стал почтенным и уважаемым парижским буржуаном. Вот тут и пришла любовь. Гоген без памяти влюбился в молодую красивую датчанку Меттегат. Любовь была взаимной, и вскоре у молодой четы гогенов один за другим родились пятеро прекрасных детей. Чтобы скоротать семейные будни, Гоген увлекся живописью. Жена была рада занять ее мужа, позировала ему за шитьем во время игры на фортепиано. В один прекрасный день полотна Гогена увидел знаменитый художник, импрессионист Эдуард Моне. «Очень хорошо», — сказал Моне, — прищелкнув от восхищения языком. «Что вы?» — возразил Гоген. «Я всего лишь любитель». «О, нет», — ответил Моне, — «любители — это те, кто пишут плохие картины». «Как мало надо таланту, немножко похвалы, немножко лести», — Гоген бросает биржу, и с упоением отдается живописью. Чего он тогда хотел? Признание? Денег? «Или в нем уже начал просыпаться его огромный дар, ненасытно требующий человеческих жертвоприношений?» «Огромный, неповоротливый, страшный и невозможный гений с нетерпением заворочался в Гогене, меняя жизнь ее, смыслы и ценности». «Какие прекрасные мысли можно вызвать с помощью формы и цвета? Как хорошо, что они есть на земле, эти пожарные, передающие иллюзию реальности. Мы плывем на корабле-призраке со всем несовершенством наших фантазий. Музыканты тешат свой слух, а мы, обладатели ненасытного, вожделеющего глаза, наслаждаемся без конца. «Вот сейчас я пойду обедать. Животное утолит свой голод, но жажду искусства мне никогда не утолить». Метта надеялась, что муж одумается и вернется на биржу, но пол день и ночь проводил перед холстом. Вскоре деньги закончились, и семье пришлось переехать в Руан, а в 1885-м, когда положение стало совсем невыносимым, на родину жены в Копенгаген. Картины Гогена никто не покупал, они казались публике слишком самобытными, их пугала необычная манера письма, нарочитая яркость. Люди не понимали, то ли перед ними будущий великий художник, то ли самонадеянный шарлатан. Медленно, но верно подступало ее величество в бедность. Деревянные башмаки, кусок хлеба в кармане, уже не на что купить краски. Но никогда Копенгаген даже не задумывался о том, чтобы вернуться в бесконечный парижский дождь. Он продолжал искать радугу. Маска бандита. Плохо одетого, но сильного, наделенного благородством и внутренней мягкостью. Кровь обильно струится по его лицу. Огненные тона заволакивают глаза, подобно лаве, которая воспламеняет душу. Детские цветы на фоне подчеркивают художественную чистоту. Этот человек, притесняемый обществом, поставлен вне закона. Это отверженный художник, который со своей любовью и силой призван вести постоянную борьбу за свое существование. Этот автопортрет он подавил своему будущему другу Винсенту Ван Гогу. Их полная радость и отчаяния, дружба началась в маленьком желтом домике в Арле, где у Ван Гога была мастерская. Казалось, что в пространстве нескольких комнат встретились двое самых гениальных и безумных людей эпохи. Ван Гог открытый, романтичный, немного сумасшедший. Ван Гоген человек в себе. Истинный самородок и дикарь. Их союз не мог закончиться ничем иным, кроме взрыва. Узнав, что Ван Гоген собрался уезжать из Арле, Ван Гог в кафе запустил в него пивной кружкой. Благо, Ван Гоген увернулся и предупредил, что сил у него в пять раз больше. Тогда Ван Гог уже в полном одиночестве, в порыве безумия бритвы, отрезал себе ухо. Что это было? Приступ безумия или отчаяние, преданное товарищи? Уже после происшествия друзья говорили об этом инциденте сдержанно и считали творчество друг друга превыше всего. Ван Гог всегда называл Гогена человеком с большой буквы. Этот наш друг любит дать почувствовать, что хорошая картина равноценна хорошему поступку. Он не то, чтобы прямо это говорит, но, в общем, трудно, имея с ним дело, не думать о какой-то моральной ответственности. Для друзей художникова Гоген был борцом, готовым ради искусства вынести любые муки. И правда, когда Гоген работал, он был всесилен. Весь мир, все страсти и чувства уходили на второй план. Но стоило ему отложить краски и кисть, как сердце его начинало болеть по любимым меты и детям. Где бы он ни находился, на Фанаме, на Мартинике, в Арле или Британии, отовсюду он писал о своих успехах и неудачах жене. Но это отвечало редко. Она корила мужа за то, что он бросил ее без копейки денег, оставил пятерых полуголодных детей без отцовской заботы. Я узнал настоящую нищету, голод со всеми его последствиями. Но это еще ничто или почти ничто. К этому привыкаешь и с некоторым усилием воли кончаешь тем, что смеешься над этим. Но что страшно, так это помехи в работе. Это верно, что вопреки всему страдания обостряет гений. Однако его не должно быть слишком много, иначе оно вас убивает. «Обладая большой гордостью, я кончил тем, что приобрел особую энергию и хотел хотеть». В 1891 году Польга Ген отправляется в свое первое путешествие на Таити. Когда он очутился в девственном местечке Матайе, ему показалось, что он сам стал персонажем своих полотен. Никогда в жизни он не видел таких жарких, насыщенных красок. Работая в одной набедренной повязке, Гоген переносил на холст обыденные сцены жизни дикарей. На секунду душа его прикоснулась к утраченному раю. Казалось, радуга уже совсем рядом. Вдалеке море. По нему весело, быстро и вместе с тем как-то лениво скользят пироги, которыми управляют молодые парни то с помощью весел, то просто ритмичными движениями своих тел. Их бронзовые торсы как будто сияют в прозрачном воздухе. На берегу две сестры, они только что искупались, и теперь их тела раскинулись на траве в непринужденных и сладострастных позах, беседуют о любви вчерашней и той, что придет завтра. Одно воспоминание вызывает раздоры. Как? Ты ревнуешь? В нескольких шагах от берега юный-тоитянин полной чудесной силы и изящества рубит топором дерево. Эти райские первозданные места и простые люди бесповоротно изменили поле Гогена. Он понял, цивилизованное общество со своей ложной моралью навеки утратило искренне способность поддетски радоваться жизни. «Те наве, наве феное!» – восклицает Гоген. «Да здравствует сладостная земля!» Моя тайна состоит в том, что я обладаю величайшей логикой и всегда действую методично. С самого начала я знал, что это будет жизнь день за днем, и я логически приучил к этому свою натуру. «Вместо того, чтобы терять силы в труде и беспокойстве за завтрашний день, я использовал все силы за день сегодняшний. Так и борец не шелохнется, пока не вступит в поединок. Ложась вечером спать, я говорю себе, вот еще один выигранный день. Завтра я, может быть, буду мертв». «Большая часть жизни была позади. Ему 43, и у него уже есть свои почитатели». Великий драматург Густав Стринберг писал. Гоген – дикарь, ненавидящий, стесняющий цивилизацию, что-то вроде Титана, который, завидуя создателю, в свободное время создает собственные творения. Или ребенка, разбирающего свои игрушки, чтобы сделать из них новые. Он тот, кто отрицает, и кто бросает вызов, предпочитая видеть небо красным, чем голубым, вместе с толпой. В мистической атмосфере тропиков Гоген написал лучшие свои полотна. Сиеста, женщина с цветком, женщина с плодом манго, дух мертвых бодрствует. В одной из деревень Таити он познакомился с молодой девушкой Теха Аманой. Эта юная майорийка пленила Гогена своей чарующей красотой. Она не только вдохновила его на великие творения, но и открыла художнику запретные тайны утраченного рая. Позволила прикоснуться к первобытным обрядам сказочной земли. И он перенес этот рай на свои полотна. Теперь ему оставалось одно – покорить Париж. 10 ноября 1893 года в Парижской галерее Дюран-Руэле состоялась выставка таитянских работ Поля Гогена. Он ждал триумфа. Это был полный провал. Публика отвергла художника, назвала его искусство папуасским, недостойным развитого европейского человека. Слишком примитивной формы, слишком простые сюжеты, слишком яркие и кричащие краски. Недалекие журналисты цинично взывали к толпе. Чтобы развлечь своих детей, пошлите их на выставку Гогена. Они позабавятся перед раскрашенными картинками, изображающими четверорукие женские существа, распростертые на бильярдном сукне. Гоген сам назначил себя гением и спрашивается, за каким чертом он поехал на Таити. Настоящий художник найдет натуру и в Париже. Дело не в экзотической мишуре, а в том, что в душе. Публика открыто смеялась над его творчеством. И он стал сомневаться. Может быть, он зря мнил себя гением? Может быть, он обычный неудачник? Незадолго до этого, в 1891 году, заблудший муж возвратился домой, в Хопенгаген. Со слезами на глазах художник обнимал любимых детей Алину и Хловиса. Остальные трое даже не вспомнили отца. Гоген вернулся слишком поздно. Прошло уже больше 20 лет. Мэтта не могла простить его. Он клялся, что станет великим художником, прославит семью, а в результате приехал без копейки денег и привез с собой мазню, которую никто не хотел покупать. Если у него есть деньги, она готова их принять. А если нет, то пусть убирается на своя сию. Цель, достигнутая мною, какой бы высокой она ни казалась, гораздо ниже той, о какой я мечтал. И я страдаю от этого, хотя и молчу. Мне не хватило времени и живописного образования. Это отчасти и помешало мне осуществить свою мечту. Слава. Ничтожное слово. Ничтожная награда. С тех пор, как я узнал простую жизнь в океане, я мечтаю об одном. Жить вдали от людей я стала быть, вдали от славы. Как только я смогу, я зарою свой талант среди ликарей, и никто обо мне больше не услышит. В глазах многих это будет преступлением. Пусть так. Преступления очень часто сродни добродетели. Он был не нужен парижской публике, не нужен жене и детям. И Гоген ожесточился на жизни людей, стал эксцентричным, начал пить. Он ходил в каракулевой шапке с причудливой резной тростью и всем своим видом показывал, что ему не по пути с обывателем. Чтобы хоть как-то забыться и спастись от одиночества и дождей Парижа, Гоген начинает писать книгу о Таите. Он назовет ее Ноа-Ноа – благоухающая земля. В своих мыслях с унылых парижских улиц художник переносился в соломенную хижину на берегу океана. Перед его глазами возникали красочные пейзажи, обнаженные таитянские женщины, мистические идолы древних богов. Это был тот рай, в котором он хотел бы остаться навсегда. Там, под теплым небом, на чрезвычайно плодородной и щедрой земле, таитянину достаточно протянуть руку, чтобы достать для себя пищу. Он никогда не работает. В то время как в Европе мужчины и женщины только тяжелым, непрерывным трудом добиваются удовлетворения своих потребностей. И пока они в конвульсиях борются с голодом и холодом, в тисках нищеты, таитяне, наоборот, чувствуют себя счастливыми обитателями рай и океаний. Для них жить – значит петь и любить. Но существовала ли в жизни Гогена эта самая любовь? Оставался ли на земле хоть один человек, который продолжал его любить? Может быть, дочка Алина еще помнила о нем? Она единственная восхищалась картинами отца и верила в его талант. О ней художник напишет. Алина тоже дикарка. Она поймет меня. У нее слава Господу и сердце на месте, и общение с демоническим разумом, которым наделила меня природа, не испугает и не развратит ее. Лишенной возможности обнять свою любимую дочь и рассказать ей о своих злоключениях, Гоген писал для нее дневник, где от чистого сердца давал дочери самые необходимые советы и наставления. Больше ничто не связывало его с Францией. Только одна дверь оставалась открытой – мир дикарей Таити. Но пока Гоген оставался в Париже, и все чаще его стали видеть в ночных кабаках в весьма сомнительных компаниях. Днем он старался не появляться на людях, а вот ночью для него наступала настоящая жизнь. Чего он хотел? Забыться? Но женщины, алкоголь и даже морфи не успокоили его. Проснувшийся гений требовал новых и новых жертв. Гоген серьезно заболел. И если я не должен рассчитывать на выздоровление, то смерть в сто раз предпочтительнее. Если бы вы знали, в какое состояние пришла моя душа в течение этих трех лет страданий. И если я не должен никогда больше заниматься живописью, я, который не любит ничего кроме нее, ни жену, ни детей, «Мое сердце пусто. Я осужден жить, когда потерял моральные права на жизнь». И вот в начале сентября 1895 года с трапа океанского лайнера он сходил на сказочный остров своего детства Таити. Увы, цивилизация уже давно пришла в этот райский уголок. Портовый городок Папоэто был освещен электричеством, в Королевском парке стояла карусель, 25 сантимов за оборот, а по рыночной площади разгуливали пьяницы и проститутки. Поль Гоген никуда не торопился. Он приехал сюда работать и умирать. Неожиданно пришло письмо из Дании. Что могло понадобиться Метте? Деньги? Картины? Гоген с нетерпением разорвал конверт. Всего лишь несколько строк. Короткий и очень понятный текст. 19 января, проболев всего три дня пневмонии, которую она подхватила при выходе с балла, умерла твоя дочь Алина. Он так хотел остаться равнодушным. Но отец оказался сильнее художника. Я только что потерял дочь. Я разлюбил Бога. Ее звали Алина, как и мою мать. Каждый любит на свой лад. У одних любовь воспламеняется над гробом, у других... не знаю. Ее тамошняя могила, цветы, одна только видимость. Ее могила здесь, возле меня. И живые цветы, мои слезы. Гоген впервые отчетливо ощутил свою вину перед детьми. Не только разумом, сердцем. Зачем Бог наказывает детей? Это он, отец, должен за все ответить. Он недостоин жизни. С огромной дозой мышья Кагоген укрывается в горах, в надежде, что его труп никогда не найдут. Но доза оказалась чересчур большой. Рвота выводит из организма весь яд. После трех дней, проведенных в ужасных мучениях, он приходит в себя, ощущая лишь холодное безразличие. Больше он не хотел ничего, даже смерти. В эти полные опустошения, одиночества, минуты, он рисует картину, которую назовет собственным Евангелием. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Страшная магическая сила этого полотна повергала в шок не только туземцев, но и европейских колонистов. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны, прекрасные и пугающие. Тайны, которые человеку познать не дозволено. Может быть, он, наконец, увидел свою радугу? Ольга Ген умер от сердечного приступа на Маркизских островах 8 мая 1903 года. Ему не суждено было узнать, что он стал одним из самых великих художников в истории живопси. Ему так и не удалось вкусить сладких плодов славы. Но он ни разу не пожалел о выбранном пути. Конечно, он испытывал чувство горечи, угрызения совести перед своей покинутой семьей. Ему доставалось и физически, и духовно. Но он оставался верен своей цели. И писал об этом так. «Жизнь лишь тогда имеет смысл, когда ее проживаешь, согласуясь со своей волей. Добродетель, добро, зло – не более, чем слова. Я всегда делал то, что хотел. Это мое проклятие, и это мое счастье». Субтитры создавал DimaTorzok